Срочно потребовалось закрыть или открыть шаровый кран, а его заклинило? Поздравляю, вы нашли нужное видео. Всем привет, меня зовут Анатолий Матвеев, основатель компании LTE Group, первый центр отопительных решений. Вы на канале Лаборатория Тепла. Всего за пару минут я расскажу вам, как поступить в подобной ситуации. А главное, расскажу, как делать не надо. Давайте для начала разберемся, что делать, если просто забить на эту проблему. Ну, заклинило и заклинило, ну какая разница. Когда понадобится, тогда я и займусь этим вопросом. Здесь может возникнуть следующая ситуация. Допустим, этот кран закрывает радиатор или открывает подачу воды в радиатор. Вы хотели что-то отрегулировать, его заклинило, и вы плюнули на этой ушли. Через некоторое время что-то случилось с радиатором, а случиться может огромное количество неприятностей. И он потек. В результате кран не работает, закрыть радиатор невозможно, система протекает, у вас потоп, в лучшем случае ремонт у вас дома, а в худшем у всех соседей этажами ниже. Давайте посмотрим, как устроен шаровый кран, чтобы понимать, что с ним может произойти. Обычный шаровый кран. Ручка типа бабочка. Может быть, ручка в виде рычага. Без разницы. Сам кран будет одинаковый. У нас есть внешняя оболочка крана, есть шар, который крутит ручка, и есть фторопластовая прокладка между внешней оболочкой и этим шариком. В результате он плавненько вот так вот ходит внутри и открывает или закрывает. Когда у нас ручка стоит вот так, кран открыт. Когда ручка стоит вот так, кран закрыт. Важно! У шарового крана есть только два положения. Вкл и выкл. То есть его нельзя оставлять в каком-то среднем положении. Что происходит? Если мы закрыли, то циркуляция воды остановилась. В результате воздействия на вот эту вот зеркальную поверхность не происходит. Открыли, воздействие происходит на внутреннюю часть. Та поверхность, которая соприкасается с фторопластовой прокладкой, не повреждается. Если же вы оставили кран в каком-то среднем положении, то вот эта зеркальная поверхность начинает портиться. То есть протекающая через нее ржавая загрязненная вода, а она все равно с какими-то примесями, начинает ее портить. В результате сопротивление сильно возрастает, и когда вы пытаетесь закрыть кран, вы уже не можете это сделать. То есть он не заржавел, потому что ржаветь там особо-то и нечему. Он просто стал шероховатым. И в результате закрыть такой кран практически невозможно. Ну или наоборот открыть. Как решить проблему, если его заклинило? Точно не стоит брать газовый ключ, прикручивать к нему двухметровую трубу и пытаться со всей дури его провернуть. Потому что, скорее всего, в лучшем случае у вас сломается вот эта ручка. Потому что она делается из более мягких материалов, чем сам кран, чтобы как раз такие умники не свернули всю систему отопления у себя в доме. Потому что, если лопнет кран, то вы уже ничего не сделаете, пока вся вода из системы не вытечет. Лучше всего, если это частный дом, спустить воду из системы отопления и заменить кран. Если это квартира в многоквартирном доме, то вам понадобится помощь сантехников и местного ТСЖ. Надо перекрывать стояк и менять кран. Почему не стоит самостоятельно пытаться отвернуть? Смотрите, вот у нас есть стояк, вот у нас есть кран. Я беру газовый ключ и начинаю его отворачивать. Если я приложу слишком большое усилие, и при этом у меня свернется труба, то с этого стояка будет под высоким напором хлестать горячая вода. Мало того, что это горячо и опасно, так это еще и портит ремонт. Устранение последствий такого ремонта крана будет стоить в разы дороже, чем вызвать сантехника, перекрыть стояк, отвернуть гайки, снять кран с системы и поставить новый кран. И больше никогда не использовать его в промежуточном состоянии. Я видел в интернете советы о том, что нужно регулярно смазывать кран. Смажьте руки вазелином этому человеку, который предлагает вам смазать кран. Смазывать там нечего. То есть доступа к второпластовой прокладке, которая находится внутри, никакого нет. Поэтому единственный способ продлить срок службы крана, это первое, правильная эксплуатация, то есть в положении либо вкл, либо выкл. И второе, это просто регулярно открывать, закрывать его. То есть просто раз в месяц проходите по вашей системе отопления, открывайте и закрывайте все краны. Этого будет достаточно для того, чтобы проверить, во-первых, работоспособность крана, во-вторых, продлить его срок службы. Как вы поняли, починить заклинивший кран невозможно. Невозможно его разобрать, вынуть оттуда второпластовую прокладку, потом собрать. Вернее, конечно, это возможно. В заводских условиях, в тисках, с прессом. Вопрос, цена крана копейки? Цена такого ремонта? Итак, я рассказал вам о том, что может произойти, если пустить ситуацию с заклинившим краном на самотек, что делать не надо, и как из этой ситуации выйти. Еще я хотел вам сказать, что мы, наконец, запустили Телеграм-канал. Теперь еще больше полезной информации, которую вы не найдете в Ютубе, вы можете увидеть в нашем канале. Ссылка на него будет в описании к видео, или можете перейти на него по этому QR-коду. Мало того, что в Телеграм-канале мы выкладываем видео, которых нет в Ютубе, и делимся полезной информацией, которую вы не найдете нигде, так еще и обратная связь в Телеграм-канале происходит гораздо оперативнее. Если ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал, чтобы увидеть новые выпуски. С вами был Анатолий Матвеев. До новых встреч!